Мы помогаем подросткам, по сути, осознанно выбирать ту профессию, чтобы состояться и реализоваться в любимом деле. Но у меня сейчас перед вами, за то время, которое мне выделено, стоит небольшая задача. Во-первых, рассказать свою собственную историю, она может быть не такая классная, как была у ребят до меня, и немножко поговорить про тренды будущего, и помочь вам, потому что мы немножечко понимаем в алгоритмах, как принимать решения. То есть я хочу, чтобы вы сегодня после этой презентации, после этого выступления ушли с каким-то конкретным алгоритмом, шагами, как, может быть, приблизиться к собственному выбору дальнейшего пути. Первое, это вот моя собственная история. Учился и родился я вообще в целом в Алма-Ате, в Казахстане. Учился в 111 гимназии, закончил ее с четверкой, сдал ЕНТ, золотую медаль мне не дали, на грант я не поступил. Но я решил все лето, после 11 класса, подаваться на частный грант в ВУЗ, который сейчас называется Алма-Ю, раньше назывался Международная академия бизнеса. Я, по сути, за три месяца усердной работой, практикой выиграл грант частный на 4 года бесплатного обучения. То есть это не государственный грант, а это грант непосредственно от ВУЗа. Отучился я успешно 4 года, и у меня встал, естественно, вопрос, потому что я учился на экономику и финансы, но мне не совсем было интересно работать по этой сфере, и у меня встал вопрос, хочу ли я пойти сразу по найму. У меня уже был оффер, было предложение от международной компании работать в экономике, в финансах, продажах, либо поехать посмотреть мир. Я решил, что я хочу поехать посмотреть мир. После этого так вышло, что я оказался в Эмиратах, год я проработал в Дубае, после этого те ребята, кто уже работал, обучался за рубежом, знают, что одна возможность цепляется за другую, там ты знакомишься с людьми, Сергей и Рай говорили про нетворкинг, там ты знакомишься с людьми, они тебе предлагают разные новые возможности, потому что после Дубаи я еще полтора года провел в Голландии, в Роттердаме, работал тоже на международную организацию, отвечал за продажи, за развитие бизнеса, мотался в Сингапур, в Гонконг, в Лондон в свои 20 лет, в 21 год. После этого у меня был год контракта в Швейцарии, я тоже жил, работал в Цюрихе, работал по маркетингу, то есть получается закончил я финансы официально, работал я уже по маркетингу и развитию бизнеса. И вот только после этого всего опыта я понял, что мне гораздо интереснее работать с людьми. Да, и я принял осознанное решение вернуться в Казахстан. То есть у меня был международный опыт, и в целом на сегодняшний момент, ну так вышло, что я посетил 56 стран, в четырех из них я работал. Говоря про штаты, я застрял на месяц в Нью-Йорке, когда был в Орган-Сензи, тоже опыт, которым не сильно можно гордиться. Но это вот по сути тоже история одного из людей, который закончил школу в Алма-Ате, обучался здесь, но так или иначе через собственные выборы, через собственный опыт как-то смог, возможно, стать тем, кем я сейчас являюсь, стоясь сейчас перед вами на сцене. Мы замечаем разные тренды. Какие-то из них сейчас у вас на слайде, если не видно, я могу прочитать. Ежедневное издание газеты «Нью-Йорк Таймс» содержит больше информации, чем англичанин 17 века мог усвоить за всю свою жизнь. Это вот просто к тому, насколько мир сейчас сильно ускоряется. Сегодня человек потребляет в 5 раз больше информации, чем потреблял 30 лет назад. Это к вопросу к вашим родителям, которые говорят, вот вы не сидите за уроками, вы мало чего там сейчас обучаетесь и так далее. Когда они были в школе, ваши родители, они в 5 раз меньше потребляли информации каждый день. Насколько вот нам сейчас с вами сложно учиться выявлять важное от неважного. Соответственно, за последние 30 лет было произведено больше информации, чем за последние 5000 лет. То есть представьте, все, что там было от, не знаю, Будды, Аристотеля, Македонского, всех наших батыров, ханов и так далее, было меньше информации, чем за последние 30 лет. Понятно, что информация, технологии, айтишники сейчас могут меня поправить. Сюда, естественно, включается видеоконтент, весь аудиоконтент, он очень весомый. Это не просто текст, который там был раньше в Александрийской библиотеке. Ну и, соответственно, к 2020 году есть предположение, что информация будет удваиваться каждые 73 дня. То есть через 2 года, представьте, ученик выходит в мае на каникулы, приходит в сентябре в школу, информации в мире в 2 раза больше. Какие книги читать? Какой список литературы? О чем мы сейчас говорим? Что читать, что не читать? Естественно, можно 132 тысячи слов читать в минуту, и прочитать почти все книги, это безумно классно. Что учить, что не учить? Становится очень сложно. Соответственно, 90% информации появилось в последние 2 года. Я здесь не буду на этом останавливаться. Но и продолжительность жизни тоже очень важная штука. То есть буквально 10 лет назад те, кто родился, да и сейчас, рождаются в таких странах, может быть, как Франция, Штаты, эти ребята, ваши ровесники, ну и вы тоже, соответственно, будете жить дольше, чем ваши родители. Это, казалось бы, тренд очень очевидный, но, с другой стороны, он накладывает на себя интересный отпечаток. Теперь учиться, переучиваться придется нам постоянно, придется всю жизнь. Соответственно, не получится выбрать только одну профессию, скорее всего, надо будет переучиваться постоянно. Кто-то, может быть, научился читать, потом стал фуллстак-разработчиком, потом выучил еще один язык, потом перешел в маркетинг, и вот так на протяжении всей жизни следующие 100 лет. Вот примерно то будущее, которое нас с вами сейчас ожидает. Ну и прямо сегодня, естественно, могут быть автоматизированы порядка 5% профессий. Это, может быть, я не знаю, вы сейчас уже знаете про беспилотные автомобили, вы знаете про, может быть, бухгалтеров, которые тоже через, может быть, лет 5 не будут существовать. Ну и к 2030 году, это буквально через 10-12 лет, то есть одна треть профессий подвергнется автоматизации, точнее, одна треть в каждой из 60%. Естественно, это не точно, это просто некий прогноз, поэтому вот эти цифры, мне кажется, нужно держать в голове. Список здесь тоже становится долго не будем. 10 востребованных профессий. Фуллстак-разработчики, я думаю, где-то один из них точно будет. Это и мобильная разработка вся, которая там на свифте сделана, не только на языках. Но этих профессий, что удивительно, не существовало 10 лет назад. То есть они не были топ-востребованы. Соответственно, те профессии, которые будут востребованы буквально в 2028 или 2025 году, они, по сути, сейчас, может быть, и не существуют. И встает логичный вопрос, а на кого мне сейчас учиться, чтобы потом стать востребованным? И вот этот вопрос, он не совсем понятный. То есть если вы сейчас учитесь, это было буквально те, кто, может быть, сейчас моего возраста ровесники здесь, кому 25-30 лет, точно знают, что в начале 2000-х все хотели быть юристами, потом все хотели быть экономистами. То есть точно в тот момент, когда ты хочешь быть экономистом, когда все хотят быть экономистом, ты опоздал. То есть это уже поздно. Сейчас уже даже есть предположение, что через 10 лет IT будет не настолько востребована, как сейчас. Представьте, насколько меняются профессии, которые сейчас… Мы их смотрим, они для нас очень смешные. Возможно, через 10 лет самые топовые профессии сейчас. Они тоже будут выглядеть так же, как фонарщик, телефонистка, либо трубочист. И те, кто, может быть, у вас есть маленькие братишки-сестренки, а в будущем, естественно, ваши дети. И вот так будет выглядеть их будущее. То есть это вот те, кто вот сейчас, скажем, какой-нибудь маленький Арман. Арман в будущем будет, не знаю, может быть, космоинженером. А маленькая Алия или Наташа будет инженером-композитчиком. То есть буквально те профессии, которых сейчас нет, это немыслимо, но через 10 лет, 20 лет будет абсолютно данностью. Еще я с вами хотел поговорить немножечко про время. Потому что сегодня уже со сцены звучало. Я безумно рад, что у нас советы, которые со сцены звучат, они все в одном направлении, они про одно и то же. Но когда мы говорим о времени, есть две линии. И вот это такая достаточно мозговыносящая, мне кажется, информация. Всем же понятно, что чем меньше у нас времени, тем меньше у нас влияние на результат. Есть понимание. То есть условно, если вы сейчас, не знаю, в 11 классе, то у вас есть целый год для того, чтобы подготовиться, скажем, к экзаменам. Если вы за месяц начинаете подготовиться к реферату, у вас есть целый месяц. Если вы начинаете за ночь, у вас буквально ночь для того, чтобы повлиять на качественный реферат. Ребята со сцены говорили про те же IT вещи, про языки. Чем раньше вы их начнете учить, тем больше вы сможете повлиять на результат. С этим все понятно. Но есть еще одна линия, которая тоже достаточно очевидна. Это владение информацией. Соответственно, чем больше времени проходит, чем больше вы практикуетесь, чем больше у вас опыта, тем больше вы владеете информацией. Но если мы сейчас соединим две эти линии, как вы думаете, где здесь есть подвох, где есть засада? В чем здесь вот самая интересная фишка? Золотая середина, есть точка. Спасибо, что показали. Да, давай покажем. Засада вот здесь. Парадоксальная штука. Когда у вас максимальное количество времени для того, чтобы повлиять на результат, у вас минимальное количество времени, чтобы разобраться в себе. Вот у вас сейчас есть очень классная, уникальная возможность выбрать профессию, выбрать специальность, выбрать направление, тот вуз, в который вы хотите поступать, ту страну, в которую вы хотите жить. Но информации, доступа к информации, потому что вы не были ни в Гугле, ни в Фейсбуке, вы не умеете читать 132 тысячи слов, информации у вас очень малая. И это очень парадоксально. И есть страшный момент. Когда у вас будет максимальное количество информации, уже времени будет мало. Соответственно, есть точка одна, которая является точкой принятия правильных решений. Вот эта засада в чем заключается? Что у нас недостаточно знаний о том, кто мы, недостаточно знаний о мире в целом, потому что мы не знаем, если кто-то хочет стать, допустим, фуллстак разработчиком, может быть, я не понимаю, что это за профессия, у меня нет друзей, которые этим занимаются. Как я могу понять, мое ли это не мое? Пока я не попробую, будет очень сложно. И, соответственно, у нас нет знаний о том, как все устроено. То есть ни про себя, ни про мир мы этих вещей с вами не знаем. Есть еще одна засада. Она связана с той самой точкой правильных решений. У нас есть убеждение почему-то, что вот эта точка, она обязательно случится. Жизнь такая непредсказуемая штука, вы не знаете, а возможно этой точки у вас и не будет. Здесь есть стратегия. Это не просто две линии с пересечением. Здесь есть стратегия. В чем она заключается? Мы с вами никак не можем повлиять на линию по поводу времени. Время точно конечное. Чем больше мы сейчас сидим, тем меньше у нас времени. Это понятно. Но мы точно с вами можем повлиять на владение информацией. И вот эту кривую, вот эту линию желательно сдвинуть вот так, как это показано на линии. А что это предметно для вас? Как вы можете эту линию сдвинуть для себя? Развиваться? Как именно? Чем-то интересоваться? Чем-то регулярно заниматься? И правильно ставить приоритеты? У вас есть буквально час или вот одно воскресенье выходной. Я что делаю? Я смотрю в YouTube интересный блог, подкаст, изучаю языки программирования, читаю. Либо я, может быть, не знаю, там сижу в Инстаграме, в контосе, слушаю музыку, ничего не делаю. Это тоже нужно. Это не значит, что этим не нужно заниматься, не слушать музыку. Это значит, что нужно просто расставлять приоритеты. Есть такое понятие, как наставничество. Постарайтесь как можно раньше найти себе наставника, чтобы он помог вам в той профессии, в том направлении, которое вам интересно. Это вот только так вы сможете сдвинуть вот эту линию, сократив вот ту самую засаду или тот самый подвох. И сдвинуть влево точку принятия решений. Потому что очень много взрослых, которые в свои 40-45, до сих пор не могут принимать правильные решения. Они когда-то выбрали ни ту профессию, ни то направление, и вот почему-то у них не состоялось. Есть те, и это тоже уже сегодня случалось со сцены, есть те, кто буквально три месяца понял, что это не его. У нас есть знакомая подруга, которая выиграла грант в казну, отучилась два дня, поняла, что это не ее, и она ушла. Представьте, насколько смелым, храбрым нужно быть в 17 лет, чтобы полностью осознанно научиться на грант, получить грант, и понять, что это не мое во второй день осознанно. Что подумают родители, что подумают друзья, что подумают учителя, что подумают учителя в моей школе. Это страшно, но это требует некой смелости и храбрости. Соответственно, как быстрее владеть информацией, есть некие вопросы, на которые, я думаю, стоит задуматься. То есть, на какие результаты я сейчас работаю, что я хочу? Я хочу грант, я хочу учиться в Штатах, я хочу учиться здесь, я хочу учиться в Назарбаевском университете в Астане. Какие мои результаты? Какие результаты есть у моих сверстников? Насколько они отличаются от моих? Как выглядят желаемые результаты? Что для меня результат? Что для меня успех? Работа в Гугле, успех? Это мое или не мое? Для кого-то да, для меня, может быть, нет. Изучить 10 языков, они мне нужны или не нужны? Это вот вопрос, по сути, к каждому из вас. Соответственно, что нужно сделать, для того, 10 шагов, которыми вы можете вооружиться. И, соответственно, так как у нас с вами точно есть понимание, что мы будем жить дольше, чем предыдущие поколения, и мир меняется гораздо быстрее, чем он менялся до этого, самыми грамотными будут те, кто умеет учиться и переучиваться. Это не просто один раз выучиться, понять свою профессию, понять, что я получил диплом, бакалавр, магистр, доктор каких-то наук, я медик, и все, жизнь моя состоялась. Так больше друзья не работает. Это работало 100 лет назад, это работало 50 лет назад. Сейчас нужно постоянно переучиваться, постоянно доучиваться, меняются языки программирования, меняются новые профессии, вымирают старые, появляются новые. Постоянно, постоянно нужно учиться. И у нас есть некая модель развития, которая тоже, я думаю, может сейчас тебе помочь. Первое, это у нас есть с вами точно у каждого собственный мир, собственный ресурс. Это понимание себя, это понимание чего я хочу, это понимание вообще на что я способен. И есть естественно сфера, которую мы называем мир и ресурсовок круг. Google – это ресурсовок круг. Друг, который в Штатах проходит стажировку, это ресурсовок круг. Вот эта конференция и возможность пообщаться со спикерами, пообщаться с организаторами и со сверстниками, с друзьями – это ресурсовок круг. То есть это не обязательно про Google и так далее. Как только эти сферы соединяются, как только я понимаю, что я это могу и я это хочу, у тебя возникают потенциальные цели. Потому что если я сейчас очень хочу полететь на Марс, но это невозможно, то есть ресурсы мира этого не позволяют. Соответственно, это не цель. Она не может быть потенциальной целью. Если ты ставишь себе потенциальную цель выучить или научиться читать 132 тысячи, у меня до сих пор в голове не укладывается, 132 тысячи слов в минуту, то тебе нужно расширять собственный мир, расширять собственные возможности и понимать, насколько это возможно, где я могу выучиться, кто мне может помочь в этом, кто мой наставник. И, соответственно, только так можно достичь жизненных стратегий и целей. Это опять-таки понимание, а чего я хочу, а кем я хочу стать. Я хочу стать успешным. Что значит успех? Я хочу стать богатым. Сколько мне нужно денег? Миллион долларов – это богатый или небогатый? Миллион долларов здесь или в Швейцарии? Это разные деньги. То есть вот эти вещи тоже нужно понимать. Соответственно, эта сфера про я хочу, а эта сфера про я могу. Это вот то, с чем нужно определиться как можно раньше. Чего я на самом деле хочу? Чтобы не в 37 понять, а я хочу заниматься маркетингом. Это понятно желательно в свои 16, 17, 18 лет. И чего я могу? То есть постоянно расширять эту сферу. Но эта штука была бы статичной, если бы не две большие цели, в смысле две сферы. Потому что у тебя есть два инструмента. Первое – это образование внешнее. Это вот про скорочтение, это про IT, это про языки, это про все остальные сферы, которыми ты интересуешься. И это рефлексия. Обучение тебе помогает точно расширить зону «я могу», а рефлексия – понять, о чем я на самом деле хочу. И вот эта вся штука, она так или иначе постоянно вращается. Вот именно… Кто-то знает, кто такой Илон Маск? Знаем, да. Вот именно так думает Илон Маск. То есть вот эта методология, она так или иначе основана на мышлении Илона Маска, который объединил в себе технический бэкграунд, техническое мышление и, по сути, немножко гуманитарного, потому что он занимается бизнесом, понятно, технологичным, но все-таки бизнесом. Это вот то, как думает Илон Маск, потому что он поставил себе большую цель. Я хочу условно видеть людей на Марсе. Могу ли это сделать сейчас? Нет, не могу. Хочу? Да, хочу. Что мне нужно сделать для этого? Ну, скорее всего, мне нужно время, технологии и деньги. Что сейчас более, наверное, востребовано? Интернет. Создам компанию x.com, которая потом будет PayPal, заработаю 180 миллионов долларов, 170 вложу в SpaceX, 10 в Tesla и вот так далее, так далее. Компания Tesla, все мы ее знаем. Он тоже хочет, чтобы Tesla была максимально доступна для всех. Возможно ли это было сделать сначала? Нет. Его стратегия. Давайте сначала создадим дорогой родстер. Машина будет стоить там порядка 150-200 тысяч долларов. Я заработаю первые деньги, разовью технологии, сделаю Model S, который будет стоить порядка 100 тысяч, там 90 тысяч, может быть, в Штатах. А теперь только появляется Model 3, который стоит 35 тысяч долларов. То есть создать сразу Model 3 было невозможно. И он постоянно расширял свой мир и ресурсы вокруг, которые у него были. И в конце, наверное, несколько выводов, которые здесь уже звучали, но я только этому безумно рад, потому что у меня их 4, могло быть 3, могло быть 5, здесь не суть важна, но первый из них – на свои результаты мы влияем своими усилиями. И это абсолютная правда. Если ты хочешь, не знаю, к 25 годам, к 29 годам объездить 56 стран, это абсолютно возможно. Если ты хочешь в 17 лет, по-моему, Тимуру 17, иметь 28 патентов, пожалуйста, не нужно придумывать разные экскьюзы, отговорки, что это невозможно, что это нужно родиться в Штатах, это нужно быть одаренным ребенком. Если ты хочешь читать 132 тысячи, пожалуйста, есть пример. По сути, своими усилиями мы влияем на собственные результаты. Все остальное – это просто отговорки, это какие-то экскьюзы, это, по сути, говорит наша лень. Мое представление о профессии в мои условные 17 лет и профессии на самом деле – это две большие разницы. Поэтому это вот про ту самую линию, которую вам желательно сейчас поднять. Спрашивайте, изучайте, напрашивайтесь на стажировки, подавайте на гранты, за, как говорится, за вопрос денег не берут. Подходите к ребятам, спрашивайте, как попасть в Штаты. Подходите к одине, спрашивайте, ну вы уже спрашивали, как обучаться. Подходите ко мне, ко всем остальным, знакомьтесь с людьми, постоянно-постоянно ищите, будьте голодными до знаний. Третье, выбор профессии и своего пути – это один из множества выборов, которые тебе придется сделать. У нас очень часто, вот я даже себя помню в твоем возрасте, когда буквально сейчас поступлю на грант или в университет, и вот будет мне счастье. Поступаешь, понимаешь, что оказывается, еще нужно наработать свое имя, потом имя будет работать на тебя, начинаешь еще год-два стараться. Потом уже, по сути, мелькает четвертый курс, и ты говоришь, ну вот получу диплом бакалавра, и вот тогда точно смогу там зажить, и мне будет счастье. Так не работает. То есть выбор профессии, выбор вуза, выбор своего специальности, направления – это один из множества выборов, которые тебе придется сделать. Поэтому немножечко нужно снизить важность, то есть после этого жизнь продолжается. То есть вот здесь не нужно сильно переживать по этому поводу, это ни в коем случае не нужно расценивать, как то, что Дима со сцены сказал, нужно забить на учебу и не готовиться. Да, это абсолютно разные вещи. Ну и познакомиться с собой, свои условно 15-18 лет – это самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, осознавая свой мир, то, что я хочу, понимая и расширяя постоянно свой мир, то, что я могу, это только так ты сможешь достичь того, что тебе абсолютно важно в этой жизни. Именно тебе, а не кому-то еще. Спасибо.